Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев, вы на канале Ушатайка, и сегодня у нас вторая часть большого интервью с Иваном Штырковым. Это откровенный разговор про неудачную попытку ворваться в UFC, допинг, тот самый забор, уличные разборки и железо. Ну а ссылку на первую часть про Дагестан, Шлеменко, Минеева, Монсона и работу ФСБ вы найдете в описании. Подписывайтесь на Ушатайку и приятного просмотра! Про UFC. Вот расскажи в деталях, как все было. Ну, ты взвесился, понятно, потом была официальная церемония взвешивания, ну, то есть уже до боя один день остается, и тут ночью приходит новость, что все, то есть ты не примешь участие в этом бою. Вот расскажи в деталях, как все тогда происходило. Ну да, мы приехали, все сделали, вес взвесились, прошло все медиа, то есть билеты все были проданы, люди с Екатеринбургом, ну, за многих. Просто я потом ходил по городу, в шоке было, сколько людей подошло ко мне, узнало, ну, там, вот мы там приехали, Ваня, давай выздоравливаем, пришлось же сказать, что там, ну, за здоровьем какая-то фигня. Потому что руководство стало, ну, UFC сказало, что на, так как бы, что пока мы не можем точно сказать, что и почему, ну, вот какая-то там сигнал, ну, короче, все, мы взвесили, все, я уже, ну, легли спать, как поужинали, все, легли спать, настраивались уже на бой. Двенадцать часов ночи мне, мой менеджер, на тот момент Саят Брахманов, в WhatsApp пишет, Иван, нас снимают с боя, или позвонил он, по-моему. Так. Двенадцать часов ночи мне, наверное, все равно были, все известно, вот, ну, в плане, что можно было снимать и раньше, но это было невыгодно, видимо. И все, а в итоге, как бы, они потом еще сколько-то не давали заключение, ну, все, как бы, сняли с боя, что делать-то, я даже на площадку не поехал, ну, что с Минской, так по городу там ходил, сопли в кулак наматывал, ну, так можно сказать. В шоке, конечно, был в шоке, сначала не понимал вообще, что происходит, потом, ну, все, там, осознание пришло, и, как бы, думаю, ну, и все. Ну, и все, и в итоге, потом вот пришло заключение, что найден такое-то вещество, балденон, там, в пикограммах, там, в таком количестве, что, как бы, ну, типа его, даже заключение написано, что это вещество не влияет на физические характеристики, ну, как бы, спортсмена в таком количестве, но, так как оно найдено, это дисквалификация, там, все дела. А дисквалификация там какая была, кстати? Два года. Два года, да. То есть, по сути, она, кстати, уже прошла? Ну, она прошла, но я уже два года столько дерусь, поэтому я и так скаялась, а я тут сразу сказал, я два года ждать не буду, надо, ну, закрывать контракт, если не отпускают, ну, спасибо и до свидания. Ну, все, как бы, вроде хорошо, все закончилось, меня, в принципе, быстро достаточно освободили от контракта, потому что пока ты находишься в дисквалификации, контракт замораживается просто, и ты не можешь на где драться. Вот, ну, как бы, на меня освободили от обязанностей и подписали потом в райзен сразу. А вы, слушай, я слышал уже, что там вот то вещество, которое нашли, ты употреблял там чуть ли не за три года до этого. Тогда просто оно остается, ну, как бы, есть у меня определенные вещества, ну, анаболические, которые очень долго остаются, как бы, фоновым, ну, как сказать, следом в организме, не имея, как бы, никакого, ну, воздействия на организм, ну, просто, блин, ну, я не знаю, как, к антитела, например, какие-то, да, там, от гепатита, к примеру, они же тоже очень долго там остаются в организме, их можно обнаружить, там, после посещения нескольких, там, лет, а то и десятков, да, или еще какого-то вещества, там, антибиотиков, может. Вот, и тут есть такие же вещества, некоторые выводятся быстрее, то есть, и действия их быстрее, а другие остаются там, могут быть всю жизнь, то есть, ты можешь давать такой тест, у тебя все время будут его находить, просто потому что, а на тот момент как раз нашли метод нахождение веществ, вот, на пикограммы, пикограммы, это 10 в минус 13 степени миллиграмма, по-моему, ну, то есть, это вещества, по сути, не существует такого, как бы, его невозможно осязать, там, или оно просто, вот, короче, как-то так, тогда же и шуму пошел, еще первый Джон Джонс попался на пикограммы, ну, его начали там мурыжить, по-моему, Туринобол у него был найден, ну, все, в итоге-то, что в конце, они же отказались от этих пикограмм и вернулись снова на старые добрые, там, миллиграммы. То есть, ты бы, если бы, допустим, этот бой был бы там попозже на некоторое время, он бы состоялся, ты хочешь сказать? Да, то есть, если бы, вот, я бы, например, ну, они, по-моему, через полгода, ну, пикограммы эти отменили, вот только, ну, да, если бы там то-то, 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 на данный момент, то есть, эти допинг-тесты не являются действительными и, как бы, и все. Слушай, вот есть вот эта вот история, что там российским бойцам надо чиститься перед подписанием UFC, вот ты, как человек, который через это все прошел, вот, расскажи, так скажем, пошаговый процесс. Как это делать? Да, ну, то есть, когда ты понял, что, допустим, ты будешь подписываться в UFC, то есть, какие вот были все твои последующие действия после этого? Да, на самом деле, все зависит от того, кто что жрал и колол до этого, вот, я и знать не знал, не, я, я знал, что болдынон, да, вот это вещество, оно очень долго, ну, держится в организме и примерно понимал, что, ну, как бы, понимал, что оно у меня уже не действует, но еще может быть, как бы, как следом. Но это же нужно, как бы, промоушену тоже, как сказать, учитывать, то есть, я уверен, что умели, ну, как бы, 90% людей, которые в UFC свою карьеру, ну, как бы, где-то начинали, употребляли какие-то, ну, старое это поколение 100%, и что теперь? Хотя мы многих и подисквалифицировали, там, из-за тестостерона, из-за многие вещи, да, но это же все было до, мы же говорим о конкретике, да, то есть, ты пришел в промоушен, употребляешь ли ты запрещенные вещества или не употребляешь, именно будучи подписанным, а не тогда, когда ты что-то там делал. Вот одно и то же, что, там, судимость, да, у человека, и что его, там, ну, как бы, взять на работу, и тыкать ему постоянно этим, там, или еще что-то, ну, как, ерунда, короче, какая-то. Все, вы делаете какую-то анкету, там, опрос, я не знаю, еще что-то, то есть, не было никаких таких вещей, просто допинг-пост приезжает, забирает, а на тот момент я, там, ну, очень долгое время ничего не употреблял, ну, зная, что я подпишусь, там, все, как бы, это, в принципе, достаточно просто нескольких месяцев, как бы, ну, обычного существования, и, как бы, организм выводит, но пикограммы, видимо, вывести невозможно, особенно, если вещество, ну, такое въедчивое, да, долгодействующее, потому что больше, кроме этого, ничего не нашли, вот, поэтому, тут, как бы, вопрос в том, что использовали спортсмены, и какое время, ну, после их крайнего использования будет до допинг-теста. Я думаю, что полгода, ну, опять же, если убираем пикограммы, то выветривается все, что, как бы, только можно, если еще добавить к этому какие-то инфузионные, там, растворы, ну, просто капельницы, там, почистить немножко печень, немного воды пить, что спортсмены и так, в принципе, делают, потому что с потом, с мочой, с выделениями, организм так и чистится от всего, то есть, проблем никаких не должно быть, и никого никогда не было. Или ловили прям конкретно на препарате, но никогда бы, я, по-моему, один кого дисквалифицировали за эти пикограммы, я больше истории не слышал. Ну, может быть, те люди, кто быстро снимался и, как бы, это просто менеджмент грамотно, ну, там, сработал или еще что-то, ну, я имею в виду руку. Ну, там у них тоже есть такая тема, что, если есть какие-то подозрения, то есть, ну, допустим, бойца с боя снимают, ну, не говорят, они не разглашают. Если они, там, допустим, не подтверждаются или что-то там вроде, то как-то уже... Ну, вот пикограммы подтвердились и в итоге потом еще отменились, я говорю, ну, вообще здорово. Ну, значит, так должно было быть. Ну, у тебя вообще, конечно, тот период в жизни был очень веселым. Очень-очень веселым был в жизни период. Скажи, зачем ты тогда к этому, к забору пошел? К забору? Я к забору не пошел. Я пошел в парк, в сквер, к храму. Да, зачем? Ну, так получилось, так сложились обстоятельства. Ты помнишь, как было тебе тогда, скажем, мегалобородство? Да, все было нормально, я все реально осознавал, это как бы... Так не тут... Нет, тут ситуация немножко другая. Здесь почему-то крайними остались те, кто был за храм. Хотя, если бы, ну, люди были там и видели все, ну, те, кто там осуждал, говорил, как вели себя те, кто были за сквер, и что это были за люди, то, наверное, поменяли бы немножко свою точку зрения, вот. Но обычно всегда сильные или там спортсмены остаются крайними, тем более, когда они там, ну, одерживают какую-то там верх. Слушай, ну, я просто те видео, которые я видел, ну, понятно, у меня самого в Екатеринбурге не было, я достаточно много там видео посмотрел, но там были там, знаешь, всякие угрозы со стороны спортсменов, типа, да я тебе там сейчас это... Ну, угроза это одно, а действие это другое. Просто, например, ну, как бы спортсмены, да, как будем так в кавычках называть, да, людей, они не снимали те угрозы, которые были со стороны, то есть, ну, как со стороны, потому что считали, что они, ну, как мы, как бы ничего противозаконного или там сверх, там, жестокого, ужасного не делаем. Поэтому никто не был избит в этот день, да, никто не был, никого не увезла, ни скорая помощь, никто не обратился даже с побоями. Все было уже потом, когда была нацгвардия, когда была полиция, когда вот эти же добропорядочные граждане бросались на, там, нацгвардию, да, грубо говоря, и их увозили уже потом на бобиках, на всем подряд. Поэтому, да, это, я считаю, эту тему вообще нет смысла поднимать, потому что она совсем не за храм, не за сквер. Это же все прекрасно понятно, что это нужно было бы что-то понять. Ну, вот ты туда приехал с какими намерениями? Я туда приехал, потому что 6 часов парни, которые охраняли, там была палаточка, в которой были первые инструменты, ну, не инструменты, а измерительные приборы, вот камень, который должны были заложить, он был там. И вот ребята из охраны, кто просто приехали туда, это было все согласовано, забор стоял по указанию, как бы, администрации города, это была разрешена застройка. То есть все было по закону, не так, что приехали какие-то дяди и решили в себе там особняк отгрохать, да, или торговый центр. Все немножко было совсем не так, преподносили потом. Но суть не в этом, в том, что 6 часов, вот они были окружены этими вордулаками, я их по-другому не назову, там просто полупьяные, обжабанные какие-то непонятные люди, если их можно было так назвать, были окружены вот так прям кольцом, в них плевали, кидали бутылки, сигареты, окурки, вот. И когда я об этом узнал, естественно, там половина ребят были мои товарищи, с которыми я там тренируюсь в зале, я их знаю лично. Я просто как бы, ну, не смог остаться в стороне. И когда мы приехали, как бы, все это увидели, да ничего критичного-то и не произошло. Просто ребята теснились, забор поставили и все. А вот уже дальше что было, там уже... У меня вопрос, если ты добропорядочный гражданин, куда ты там прыгаешь на забор, ну, как бы, жди, когда приедет полиция, жди, когда государство, да, или там правоохранительные органы решат этот вопрос. Все, и не нужно ничего устраивать, как бы, никто тебе не будет кричать угрозы там. Ну, угрозы же кричать тем людям, которые на это как-то сподвигают. Ну, вы, слушай, ну тебе просто не кажется, что не следовало спортсменам туда ехать вообще? Ну, при чем тут спортсмены? Ну, как бы, еще раз повторяюсь, я ехал уже не убивать людей. А ты там, кстати говоря, физическую силу ты хотя бы раз... Да нет, конечно, ты че, там против кого было применять? Ну, смотри, ну, в общем... Не было ни угрозы, ни с той, ни с другой стороны друг другу. Просто так получилось, кого больше на тот момент было, те, как бы, и победили. Ну, как, если так, в образу можно сказать. Сначала ребят было меньше, этих было больше, они их окружили. Нас потом стало больше, мы их, как бы, чуть-чуть отъяснили. Какой-то момент, вот, именно в том, что зачем-то приехали спортсмены, ну, зачем, ну, это просто сразу... Спортсмены приехали к спортсменам на помощь, все. Ну, так спортсменам, что им там делать? А вот тебе, только что мы разговаривали о том, что, если я узнаю, что мой товарищ в беде... Нет, ты это уже объяснил, я скорее про тех спортсменов, которые туда приехали первыми, в любом случае, ну, понимаешь... Нет, подожди, первыми там были не спортсмены, там был ЧОП. Ребята, ну, они, ну, как бы, все в ЧОПе спортсмены, парни. То есть, это знакомо? В ЧОПе должен быть учитель физку... Это литература стоящая, что ли? Да, это знакомо, это товарищи, это друзья, их там было 6-7 человек. Они вызвали, так скажем... Они вызвали ЧОП на подмогу, но те, как бы, ну, не успевали в это время приехать. Все, мы были в академии с ребятами, подъехали спокойно. И ничего там не было такого. Там, понимаешь, как бы, это немножко... Ну, как бы, знаешь как, я тебе так скажу, у людей, вот, у которых были дела, работы или еще что-то, там их не было. Они занимались своими делами. Были с детьми дома, готовились на работу. А тем, кому нечем было заняться, они сидели и там вот кидали бутылки, окурки. И бухали в этом сквере, а потом вот решили, видимо, вот так вот собраться и протест какой-то сделать. Если так будет решаться всегда, то, ну, не знаю, я не готов мириться с таким населением. Ну, то есть ты хотя бы раз ты думал о том, что, типа, не надо было туда ехать. Да, я... Ты заметишь, что, извини, что отношение к тебе со стороны, там, и фанатов ММА, ну, и простого населения, оно сильно очень изменилось в негативную сторону. Сейчас объясню. Во-первых, конечно, я много раз думал вообще, для чего это все и почему это произошло. Но, наверное, это не мне было решать, потому что, еще раз говорю, это все было разрешено, ну, с разрешением администрации и правительства. То есть это всем должны были заниматься правоохранительные органы. До того, как это началось, как снесли забор, еще когда нас не было, когда ребят окружили, но там ни тех, ни других не было. То есть у меня первый вопрос всегда возникал, почему так произошло. Ну, ладно, хорошо, этот вопрос уже, как бы, нет смысла поднимать. Думал ли я, что такое должно происходить в моей стране или нет, и должен ли я участвовать в таких вещах? Я, конечно, скажу, что нет. Такого происходить не должно, и, наверное, эти вещи должны решаться по-другому. Насчет мнения окружающих, любителей ММА в мою персону, знаешь, я как бы уже... Мне главное, чтобы мои родные, мои близкие, мои друзья, товарищи, они знают, кто я такой, знают, как я живу, кто я по жизни, так можно сказать, каких придерживаюсь моральных принципов, каких вещей, да, что люблю, что ненавижу, не приму никогда, вот. А быть хорошим для всех, да мне вот на самом деле пофиг, что думали, что писали люди. Да, это тяжело, когда ты пытаешься... Всем, во-первых, не докажешь, но когда вот с некоторыми общаешься, вот как мы с тобой, да, ты сейчас нейтрально просто задаешь вопрос, а некоторые люди аж выказывали какой-то негатив, а когда задаешь вопрос, был ли там человек, ну и видел ли это все своими глазами, был ли на той стороне, на другой, какую он занимает позицию, чтобы занять какую-то адекватную позицию, нужно же обе стороны выслушать и как-то понять их, вот, или быть и на той, и на другой стороне. Мне говорили нет, я говорю, ну а что вы тогда, ну, как вы можете осуждать нас, например, просто потому что, ну, получилось так, что мы сильнее оказались в тот момент. Ну, ну, сильнее в плане, вот, ну, у нас получилось сделать то, что мы сделали, и все, и как бы, вот, там угрозы какие-то, ну, знаешь, люди вон на ровном месте друг друга посылают, ничего страшного, я не думаю, что это критично. Угроза – это не действие, да, и мы прекрасно знаем, что, как бы, на словах-то ничего не строится, все строится на действиях. А в плане действий никаких противозаконных мер с нашей стороны не было. Как говорили, там, это беспредела, там, о, бойцы-головорезы приехали, не было. Я так и говорил все с Миш, что если бы это было, наверное, было бы, ну, намного больше людей, которые бы обратились в скорую помощь, и сам понимаешь, что профессиональные спортсмены, наверное, ну, не понаслышке, как бы, делают то, за что им платят, как бы, в клетке, на ринге, что будет с обычным человеком, если профессионал воспользуется своими навыками и силой. Поэтому, как бы, все это все адекватно понимали, и ничего, поэтому, такого не было. Поэтому, не знаю, как бы, конечно, если бы все можно было изменить, я бы сказал, я бы изменил, а может быть и не изменил. Но я понял тогда одно, что, опять же, для хороших, для всех не будешь, и что бы ты ни сделал, найдутся те, кто тебя поддержит, найдутся те, кто тебя осудит. Мне также очень много людей писали и при личной встрече говорили спасибо, спасибо за то, что вот пошли за нашу веру, пошли за наше, там, достояние, там, поэтому, вот, как бы, я снова палка на двух концах. А я считаю, что если, тут невозможно придерживаться той или другой стороны, я просто буду придерживаться своей. Вот, у меня есть свое мнение на этот счет, и я только по, именно из-за этого, как бы, да, поступил так, как я поступил. И буду придерживаться, ну, как говорится, жизненного курса и дальше такого, что я буду просто честен перед собой, да, опять же, перед своими родными, близкими, дорогими мне людьми. Ну, а для всех я не обязан перед кем-то отчитываться за свои поступки или стремления, не говоря, там, как бы, осуждают ли их или кто-то поддерживает. Потому что, я говорю, я столкнулся с таким зверем, как общественное мнение, и прекрасно понимаю, как оно может тебя сегодня любить, а завтра ненавидеть, и нет смысла угождать им, просто нет. Я помню такую историю, что ты рассказывал, как в тебя стреляли из травмата. Расскажи, что это было, при каких обстоятельствах? Ну, это была не единожды такая история, то есть, несколько раз такие были случаи в жизни. Ну, я вырос на Уралмаше, вот, я думаю… Это известный райончик, не только в Екатеринбурге. Да, это известный райончик, да, вот, и, то есть, отголоски прошлого этого района до сих пор есть там, но в то время, когда я рос, да, был подростком, они были прям очень-очень такие свежи. Ну, были, конечно, у нас и разборки, были и стрелки, как на тот момент назывались, там, и дрались стенка на стенку, и чего-то там не было, вот, там всякие были и жесткие моменты в жизни, и страшные, и не очень, то есть, такая была насыщенная пацанская жизнь, вот так вот можно сказать. Ну, и был просто случай, так же приехали, там, что-то, какой-то кипиш, кипиш, кипиш был, вот, за парней, вроде разговор, разговорами, но кто-то, может, чуть не выдержал нервы, темновато уже было, так, под вечер, но лето было, вот, все, что-то слово за слово, в ход пошли руки, причем не мои, ну, там, людей, кто разговаривал, все, ну, вроде, это же все мгновенно происходит, это как бы в клетке ты более-менее что-то оцениваешь, видишь, а на улице это все происходит, вообще мгновение ока, просто все слышал, уже стрельба, вот, понятно, ну, слава богу, не из боевого, все, пока там, искал, куда спрятаться, ну, там, за машину, за какую-то запрыгнуть, потому что невозможно увидеть, кто стреляет, толпа, как бы, с толпы стреляет. А народу, то есть много пряток? Народу, да, человек, ну, там, с одной стороны 20, с другой 20, ну, то есть, как бы, еще, я говорю, уже сумерки, ну, темно, так, причем, ладно бы где-то за куток какой-то, там, или еще что-то, а прямо, там, на Уралмаше, или не на центральной улице, ну, никто знать не знал, мы разговаривали, в общем, начали там стрелять, пока искал, говорю, куда там, за какую машину спрятаться, или за кое дерево, я, видимо, как бы самая большая мишень, одна из самых больших в этой толпе, все, три штуки мне как пролетело, две в ноги, одна в спину, все, ну, на адреналине, как бы, ну, не это, не почувствовал, что-то, ну, все, все разбежались, как обычно, там, после такого-то уже никого не найдешь, все, четыре раза, а у меня машина тогда была, Toyota, помню, правая рука, старенькая, все, пока до машины дошел, раз, раз, блин, тут жжет, там жжет, смотрю, штаны, вытряхиваю, да, да, три раза, говорю, вот, две в ноги пролетело, в колено, в бедро и в спину, прям, короче, в поясницу, все, я говорю, вот, про себя думаю, плохо прячусь, быстрее надо быть, ну, в общем, вытряхнул там пульки, как бы, две, ну, двое одинакового калибра, одна, видимо, из осы, что ли, ну, там такая хорошая резина выпала, ну, все, в принципе, ну, не пробило ничего, так, кожу, как кожок, остались прям до сих пор, эти отметинки есть такие круглые, вот, кожу прожгло, вот, один раз там у клуба тоже стреляли, выходили с другом, там, что-то ребятам не понравилось, как мы выглядим или что, начали из машины, ну, мы с ними пообщались, вроде так, все, они... В смысле, погоди, вы просто вышли? Да, из клуба вышли, так, и никого не трогали? Нет, вот, самое, что интересно, когда трогали, в нас никто не стрелял, когда не трогали, в нас стреляли, и все, и что-то ребятам там не понравилось, мы подошли, поговорили, вроде все поняли, как бы, ну... То есть, подожди, вы вышли, и вас просто так стали стоять? Нет, мы вышли из клуба, стояли, общались с другом, там, ну, с девчонками, все, и как бы, и ребята стояли, там, парковка была, что-то там жестикулировали руками из машины, а вдруг вот так стоит, то есть я с ним разговариваю, он видит машину, он говорит, подожди, я подойду, он подходит к машине, говорит, ребят, ну, какие-то вопросы, там, что-нибудь так, какие-то, видимо, или поддаты, или что-то какие-то были. Да не-не, все нормально, и так отъезжают, отъезжают, и я подхожу, окно заднее открывается, тонировано оттуда, как бы, рука с пистолетом, а один уже такой трясет, что-то мыло, сейчас, у меня друг говорит, слышь, ты пуколку-то свою убери, из машины-то выйди, а из машины же, ну, неудобно стрелять, как-то там стрелять будешь, тем более сбоку. Смотрю, окно открывает заднее, вторая рука, ну, высовывается, я, ну, товарищи, раз, может, бам, это, ну, как бы, успели прыгнуться мне в плечо, как бы, ну, попало, все, они раз, разъехали, ну, постреляли и уехали, ну, вот такие как были времена. Да, было, ну, знаешь, как бы, я, наверное, вот, не, мне повезло, что все так прошло, что я там не лежал в больнице где-то, да, с пробитой головой, потому что были такие случаи, или еще как-то там с ножевым, ну, всякое бывало, вот, но я, наверное, больше рад, что я такую жизнь прожил, ну, такую молодость, наверное. А почему больше рад? Ну, она закалила, понимаешь, все равно ты как-то, как бы не было это плохо, ребята, это не призыв, так не надо жить, это не есть хорошо, если ты такое проживаешь и остаешься целым, это, конечно, хорошо, это закаляет, вот, но я бы, конечно, не хотел, чтобы такое было, но если ты это прожил и, говорю, остался цел, то это тебе дает какой-то более такой крепости, характера, ты знаешь, чего ты стоишь в определенных экстремальных ситуациях. Многие же люди проживают жизнь, не попадая вообще ни в какие ситуации, то есть, да, и когда наступает реально какой-то коллапс, ну, в жизни, не обязательно во всем мире, а просто в жизни, люди зачастую теряются и, может, из-за этого происходят какие-то беды или там, да, еще что-то, то есть, какая-то доля стресса, помимо какой-то там работы, там, чего-то не получается, в жизни человек, конечно, наверное, должна присутствовать, поэтому я думаю, что спорт, он более, намного ближе вот именно к этим стрессовым ситуациям в жизни, которые можно получить в мирное время и быть, ну, более-менее каким-то готовым, адаптированным к этому, нежели, конечно, такие вот уличные разборки, не дай бог там какая-то война или еще что-то, ну, когда люди в армию там, да, служат, попадают, поэтому спорт, я думаю, выход. Ну, тебя же, наверное, как спортсмена на разборке звали просто постоянно. Мы сами ездили, нас не звали, то есть, у нас была какой-то, ну, определенный круг. А разбирались из-за чего? С такими же спортсменами или там… А поводы какие были? Да разные, кто-то там по пьяни подрался, там, сказал что-то, там, девушку отбили, там, или еще оскорбили, там, кто-то стоянки отжимал, там, еще других, ну, то есть, дела-то были такие пустяковые, ну, в плане на уровне, ну, молодежи, там, не было, конечно, там, завода мы не захватывали, там, или еще что-то, что было до, но это вот, говорю, такие отголоски вот этой вот ботной романтики. А бывало такое, ну, что, там, тебе, допустим, один на один, там, приходилось драться? Бывало, конечно, в школе часто дрались. Ну, как это драться? Ну, я имею в виду уже в более… Не, я уже… Вот именно на разборках… У нас сильная такая была организация, школа самба у Роу Маши, когда мы приходили, мало кто хотел с нами драться, то есть, мы еще славились, все парни были крепкие, большие, любили железо, качку, и нас, наоборот, как бы, ну, уважали, и когда вот приезжали наши старшие, ну, мы так раньше называли мы там с ними, то, наоборот, как-то было меньше вот этих вот экстремальных ситуаций, пытались как-то прислушиваться, поговорить и находили какой-то общий контент, ну, потому что понимали, что силой здесь какой смысл что-то решать, может лучше тогда договориться, и вот, а когда были какие-то вот такие… Ну, всякое бывало, говорю, ну, когда мы приезжали, я помню, тогда пыл как-то… Это стухало у людей, у многих, вот, и все проще как бы было, поэтому на любую силу найдется еще больше сил, это всегда так было. Вот, кстати, по поводу качества, это, безусловно, банальный вопрос, но он людей всегда интересует, ну, то есть, это силовые показатели, типа, я думаю, что силовые показатели Ивана Штыркова, это особенно интересно, то есть, жим, присед, тяга, сколько раз подтягиваешься и так далее, там, по поводу. Ну, вот когда я прям качался, прям качался, любил это дело и понимал, что оно мне не мешает боям, ну, точнее, не мешало боям, когда еще боролся, очень любил качаться, вот, сейчас уже делаю, не делаю такую работу, почти не занимаюсь качкой. У меня был жим 195 килограмм, при весе где-то 100, то есть, 105, вот так вот, ну, точно не узко. Становая тяга где-то 230-240 и присед примерно такой же, что 210-220 килограмм, но это при том, что я без экипировки, без всего там, то есть, не будет. А в экипировке не мешал никогда? Нет, я не приседал, мне неинтересно было, вот, пауэрлифтинг сам по себе как бы неинтересно, я знал много ребят и знаю, там, вот, сумасшедшие веса, конечно, но это уже такая же долгая, долголетняя адаптация. Ну, это такая работа там, конечно. Да, да, конечно, как и в любом спорте. Как и в любом спорте. Вот, но мне, как для единоборца, как бы, вот таких вот весов, которые делал я очень, там… Ты знаешь какого-нибудь бойца, который с большими весами, чем ты работал? У нас ребята, вот, я бойца не знаю, потому что ни с кем так вот прям не качался, с кем качался все были, ну, как бы, хуже в этих показателях, но когда были в самбо, ребята меньше меня весом делали сумасшедшие веса, то есть, когда боролся в самбо еще, ну, я еще был молодой, а вот парни, может, возраста 23-25 лет, умопомрачительные у нас там веса. Вот, например, там… У нас был такой Андрюха Собачков, вот, он международник по самбо, он чемпион Европы по молодежи, ну, то есть, очень одаренный, там, прям крутой чувак, он 82 выступал, весил где-то под 90, может, даже меньше, вот, у него там феноменальные, конечно, были, вот, там, становая была, чуть ли не под 260 килограмм, ну, очень большие веса он поднимал. Саня Зацепурин был, тот прям любитель пауэрлифтинга, жал немного, где-то, может, 130, он весит где-то 74, вот так вот, ну, и что-то, может, чуть побольше. Ну, приседал, там, очень гигантский, я, там, тоже по 260, там, килограмм, ну, что-то сумасшедшие на тот момент мне казались и 100, когда у меня тогда был рекорд, там, 120 килограмм при весе, там, 85 килограмм жима и приседа тоже, ну, были, были одаренные парни. Ну, до 200 ты так и не дошел в жизни. Ну, да, у меня уже... Или не было такой задачи? Задачи, как бы, не было, просто уже, когда переваливал, вот, уже 180, 190, я помню, уже начинали травмироваться плечи, потому что, я говорю, к таким весам нужно долго-долго адаптироваться, вот, это кропотливая работа долголетняя, чтобы, там, вот, поднимать, как полуэрлифтеры, там, по 300, там, 4, ну, это, для меня, это, ну, как бы, сумасшедшие веса, но это, они так же всю жизнь тратят на оттачивание техники, да, ну, как, нарабатывание вот этой силы, да, так же, как единобор, когда технику и выносливость свою оттачивает, поэтому здесь не прийти, там, и за год сделать, ага, и, там, присел 300 килограмм, просто сломаешься, невозможно, вот. Все, Вань, спасибо большое, что к нам пришел. Спасибо. Все, был рад тебя видеть и с тобой пообщаться. Все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.